В семи больницах республики появятся арт-аптечки бойцов ковидного фронта. С такой интересной инициативой выступили сотрудники столичного культурно-выставочного центра «Радуга». Искусство лечит душу, а через душу – всего человека. Об этом знают те, чья профессия связана с исцелением людей. Снизить уровень эмоционального напряжения и предупредить синдром профессионального выгорания тех, кто работает в красной зоне – цели проекта. В его рамках в семи лечебных учреждениях Чувашии появятся те самые аптечки. В их составе 24 произведения живописи в технике Жекле, выставочная ширма, кресла-мешки, светильники, портативная колонка, мольберты, материалы для творчества, методические рекомендации. Данный проект уже объединил два направления арт-терапии – импрессивную и экспрессивную арт-терапию. То есть сотрудники красной зоны смогут не только, созерцая произведения живописи, снизить свое эмоциональное напряжение, но сами попробуют творить, создавая произведения искусства буквально в четыре этапа, даже не имея определенных навыков. Арт-терапию прошли и главные врачи лечебных учреждений Чувашии. В рамках мастер-класса им предложили самим встать к холсту. Вообще арт-терапия известна давно, и вот конкретно в нашей больнице, в терапевтическом отделении, где работает заслуженный деятель культуры, который пишет картины, есть такая выставка собственных ее работ. И все больные, пациенты и сотрудники отмечают благоприятное действие. А сейчас, особенно когда мы работаем в ковиде, конечно, очень важно. Я у человека совершенно далекий от творчества. Вот сейчас, попытавшись написать что-то, вы знаете, я получила искреннее удовольствие, положительную массу положительных эмоций, то, чего крайне сейчас не хватает. Творческие работы медиков будут представлены на специальной выставке в культурно-выставочном центре «Радуга». Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова